В Гомеле планируется побудовать еще одно предприемство по операпроцессу коммунальных отходов. Деючий биомеханичный завод открылся в 2007 году и сейчас дольны принять только 22% городского смерти. Перспективами отримания более значимых объемов другосной сыровины подчеркнулся Олег Синцеров. Гомельский экспериментальный биомеханичный сортовальный завод предприемства для Беларуси уникальное. В общем, это первая подобная творчество в Украине. Правда, легкой работы тут назвать ненько. Неогнитесь на полную атоматизацию процессу для проведения максимально максимальной сортировки отходов. Без просунок рук по кольне не обойстись. Мусор нужно все равно по-любому убрать. И попадается все равно там стекло разных видов. И перебирать нужно белое, коричневое отдельно, зеленое отдельно. То есть на три вида стекло делится. Тут все подпродковано жестким правилом. Сегодня коммунальные отходы необходимы у максимальной теплой термины отсортовать и накеровать сыровину на перепроцовочное предприемство. В минулом году таким членом отримали мать 15 тысяч тонн, корыстных для экономики материалов. Вырос отходы у дохода, мая конкретный сенс. Только не то, что на Гомельском сортировочном заводе отримали мать 8 тысяч тонн макулатуры, 4 тысячи тонн шкла, 2,5 тысячи тонн полимеров, мать 500 тонн металлов. И это при том, что зараз тут перепроцовывается. Только керху больше 20% городских отходов. Разом с тем все разумеют, что отриманные объемы других материальных ресурсов могут быть куда больше значными. А при этом разуме, где еще экологичные ситуации. По этой причине зараз разглядывается макшимость будавництва ящерного завода, который по могутности будет у некоторых разов больше заиснуют. При этом установленное тут обсталевание позволит перепроцовывать не только твердые, а и хорошие отходы, за яких можно отримать необходимые в аграрном секторе достатково данные биологичные удобрения. Есть у нас порядок извлечения вторичных материальных ресурсов, которые в готовом виде, а есть еще и переработка этой органической части отходов коммунальных в органику, в то, чтобы использовать в виде удобрений, и также подсыпки грунта в деревьях и в сельском хозяйстве. Олег Синтеров, Йоген Макеенко, телерадио компания Гомель.